Неожиданный поворот в истории одного из самых старых строений в Саранске – Трехсвятской церкви. Там раньше располагался Краеведческий музей. Напомню, все были уверены, здание вернется в лоно церкви. Таков был уговор после строительства Большого музеяно-архивного комплекса. Краеведческий переезжает на улицу Саранску и освобождает здание на Московской. Но все изменилось, бывшая церковь остается у краеведов. Ученые решили, нельзя, чтобы памятник федерального значения разрушался, и придумали создать новый музей российской провинции. Уже есть научная концепция экспозиции первого этажа и знаменитой Пугачевской палатки. Интерьеры и экстерьер музея по-новому. Какие мечты исполнятся, а вот с чем придется смириться, узнал Татьяна Бебинова. Краеведческий музей имени Воронина сменил адрес два года назад. Здание на Московской воспринимали как бывшее музейное, но оно оставалось и остается в управлении культурного учреждения. Закрытое на ключ, пустое, но под охраной. Долго так продолжаться не могло. Здание должно приносить доход материальный, духовный. Наконец, в Министерстве культуры вместе с музейщиками решили действовать активнее. И в итоге придумали открыть музей российской провинции. Сначала возникла идея создать исключительно экспозицию по истории города Саранск. Сначала загорелись все эти экспозиции. Потом появилась следующая идея. Давайте создадим музей православной книги. Эту тему дальше расширили. Давайте не только книги, но и, скажем, пусть будет музей православной культуры. Долго думали. Было очень много разных интересных предложений. И постепенно вот эта наша мысль и мысль научных сотрудников Кровейческого музея вышла на проект «Давайте сделаем историю российской провинции». Я думаю, что эта тема интересная. Музей будет востребован. Тем более, вы знаете, внутри, когда заходишь в музей, вот уже пусть он старенький, да, этот объект. Пусть он действительно, может быть, там нет таких шикарных интерьеров, но он в любом случае привлекает к себе. Строение на современной улице Московской вызывает немало чувства и вопросов. Памятник федерального значения. До первой трети 20 века Трехсвятская церковь ныне так и осталась Краеведческим музеем. После переезда музейщиков внушала надежда, что однажды примет свой первоначальный вид. Памятник конца 18-го столетия, стиля зрелого барокко. У людей, понимающих красоту архитектурных линий и единство стиля, здание в том виде, что существует с середины прошлого века, вызывает противоречивые эмоции. Я напомню еще раз, что в 35-м году здесь был размещен музей родного края. После этого была стесена колокольня и башенка над куполом. В 50-е годы на месте алтаря был сделан пристрой двухэтажный, напоминающий жилой дом. А в 70-е годы к остаткам колокольни были пристроены два справа и слева таких двухэтажных пристроя. И неумело были воспроизведены большие окна барочные. В 50-е годы был изменен интерьер очень сильно, потому что музею требовались какие-то функции, площади и так далее. Виктор Махаев – известный ученый, архитектор, один из немногих защитников архитектуры Саранска. Вернее того, что от нее осталось. Но и он не сомневается. Привести строение в тот изначальный вид почти не представляется возможным. Можно даже помечтать, чтобы снесли купол и надстроили, как было, трехъярусную колокольню. Пусть даже остальные пристроя останутся. Но нет, на все необходимо очень много денег. Но можно и нужно напоминать об этом, говорить и повторять. Чтобы помнили. В истории много случаев, когда одна функция, которая находится в здании, уступает мне с другой функцией. И в принципе ничего страшного в этом нет. Лишь бы законы, касающиеся объектов культурного наследия, были соблюдены. Чтобы облик не менялся у этого здания. И чтобы функция не входила в острое противоречие. Сотрудники Краеведческого музея имени Воронина отталкиваются от того, что есть и на что могут рассчитывать. Морально готовы к ремонту, он начался. И уже разработали концепцию нового для Мордовии музея российской провинции. Фонд в 300 тысяч экспонатов дает все возможности проиллюстрировать самые разные страницы исторического прошлого региона. Идея на начальном этапе. Но то, что должно получиться интересно, не вызывает сомнений. Автор концепции Дмитрий Фролов раскрывает секреты. Представить города Мордовии в их характерных и общих чертах. А еще напомнить, что известно сегодня разве что краеведам. Например, в село Шишкеево Розаевского района было городом. Например, в Саранске мы обязательно покажем Саранскую ярмарку. О которой пензенский вице-губернатор, князь Долгорукий писал, что в Саранске вы найдете купить все то же самое, что и у Макаре. Только по цене более скромной. Здесь вы можете найти и хрусталь, которая не хуже английского, и иные предметы. Поскольку Саранская ярмарка многим меньше, чем иные ярмарки государства российского, то здесь все находится в купе. Говоря о Московско-Казанской железной дороге, мы не сможем не соединить Розаевку и, например, Арапова. И здесь вспомним и Араповых, и Пушкиных, и Ланских, и всех тех, опять-таки, кем мы можем по праву гордиться. Музей российской провинции будет охватывать период с 17 века и до начала 20-го. При образовании коснутся и Пугачевской палатки. Любимую городом легенду, как Емельян Пугачев с этого крыльца выступал перед жителями и войском, не забудут. Она часть истории. Внутри обустроят приказную избу, распишут в стиле палатного письма, вставят цветные стекла. А в знаменитом холодном подвале с высокими сводами устроят пыточную камеру. Вернее, пытошную. Так называли ее в далеком прошлом. Интерактив обещает быть незабываемым. В фондах у нас, конечно, пытошного немного, есть кандалы и прочее, но здесь нам придут на помощь некоторые предметы, которые придется реконструировать. Например? Например, дыба. Например, плаха. Как показывает опыт, дети, их родители зачастую любят фотографироваться рядом с подобными предметами и ощутить на себе всю тяжесть правосудия прошлого. Главный вопрос финансовый. Где брать деньги на дорогое духовное просвещение? Самая приемлемая форма – писать проекты и выигрывать гранты. Они позволят не сразу, но постепенно создать экспозиции, что привлекут внимание не только мальчишек и девчонок, но и туристов. У нас такая любовь к этой экспозиции, у нас такое желание как можно быстрее реализовать этот проект. И, безусловно, это не будет одним годом. То есть даже если и откроется, скажем, в конце этого года, мы хотим это к дню рождения музея Воронина, открыть эту экспозицию, тем не менее мы будем продолжать работать над совершенствованием работы музея на данной площадке. Музей российской провинции по замыслам будет оснащен современными технологиями, компьютерной техникой. И тут же останутся те великолепные барельефы, о которых так горевали, когда думали, что Крывеческий музей уходит из этого здания навсегда. Восстановить разрушенную лепнину было бы невозможно. Но эта часть искусства теперь сохранится. На этой же площадке планируют устраивать передвижные выставочные проекты, квесты, фестивали. Создавать музеи в России не просто модно, это тренд. Представить уникальные сокровища и дать зрителям прочувствовать страницы исторического прошлого во всех его оттенках.